Привет дорогие друзья! Это проект English Show. Сегодня мы снова будем изучать английский язык с помощью ультра крутого мультика, который выходит в российский прокат завтра. Уже многие ждут его. И это мультик Босс Молокосос, как мы обещали. Мы на прошлой неделе обещали, что сделаем по нему выпуск и вот мы его делаем. Дорогие друзья, хотим напомнить о том, что вы можете заниматься в нашей онлайн школе с нашими преподавателями английским языком. Это действительно очень эффективно. Проходите по ссылке в описании под этим видео. А мы начинаем и сначала мы посмотрим весь подготовленный нами эпизод полностью и потом его обсудим. Поехали! Первая фраза, о которой говорит наш босс Молокосос. Посмотрите на нашего главного, на нашего смертельного врага. Щеночков. Слово mortal означает смертельный. И у меня лишь единственная ассоциация с этим словом. Это 90-е года, приставка Sega и игра Mortal Kombat. Смертельная битва. Хэштег, кто жил в 90-х, тот поймет. И второй хэштег, да здравствует Sega. Слово enemy означает враг. Паппи, это щеночки. А вот слово behold. В нашем случае она означает посмотри, посмотрите. Оно нужно, чтобы привлечь чье-то внимание к чему-то. Как бы аналог слова look. Но behold, также смотреть или наблюдать. Было приятно наблюдать за красотой заката. В данном случае behold, это наблюдать. Следующая фраза. This is so humiliating. This is so humiliating. Это так унизительно. Humiliating, соответственно, это унизительно. Вообще слово humility, как качество, означает смирение. Оно происходит от слова humus, которое означает почва. Смиренный человек, он как бы на уровне почвы. Он не смотрит на других свысока. Потеря работы была самым унизительным из того, что со мной случалось. He found it humiliating to have to ask for money. Ему было стыдно от того, что ему нужно было спрашивать деньги. Следующая фраза. Смотри, дети наконец-то ладят. Слово finally означает наконец или в конце концов. My father finally agreed to let me go on the trip. Мой отец в конце концов, finally, он согласился отпустить меня в путешествие. Фразовый глагол get along наравне с глаголами get on и get on with означает ладить с кем-либо. Ладить с людьми, ладить с другими. I get along well with most of my colleagues. Я отлично лажу с большинством моих коллег. Следующая фраза. Окей, я помогу тебе. Но только лишь для того, чтобы избавиться от тебя. Годится. Слово will, как мы все знаем, обозначает будущее время. И мы уже делали выпуски по будущему времени, в том числе и говорили про will. Здесь will употребляется, когда мы принимаем сиюминутное решение. То есть, в общем-то, оно никак не связано с будущим прям. Представьте, что вы сидите в комнате и говорите It's getting cold. И другой человек говорит I'll call the window. Что означает, а, что-то становится холодно. И другой человек, давай я закрою окно. Это не произойдет там через пять лет. Это он прям сейчас решил так сделать. Или другая ситуация. The phone is ringing. Oh, I'll take it. Звонить телефон. О, я возьму. Человек, который предложил вам сам взять трубку, он только что принял это решение. Это не совсем прям какое-то далекое будущее. I'll take it. Следующая интересная фраза из этого предложения это Get rid of. Get rid of означает избавиться от чего-либо. Избавляться от кого-то или от чего-то. От ненужных вещей, например. Или от ненужных каких-то чувств, переживаний. Или даже людей. We are moving, so we have to get rid of a lot of our furniture. Мы переезжаем, и нам нужно избавиться от большого количества нашей мебели. Некоторые люди пользуются принципом Не пользуешься вещью год, значит она тебе не нужна. Get rid of it. Следующее слово deal. Deal. В нашем случае оно означает идет, пойдет. Как бы годится. Дословно оно переводится сделка, как бы deal. А также слово deal часто используется, когда речь идет о том, что нужно с чем-то справиться. I can't deal with it. Я могу с этим справиться. I can't deal with all of this stress. Я не могу справиться со всем этим стрессом. Следующее предложение. I don't wear knock-off. I don't wear knock-off. Я не ношу всякие подделки. Wear – это носители одевать. А вот слово knock-off. Слово knock-off означает дешевую подделку какого-либо дорогого товара. Грубо говоря, абибас. Или дольче гиббоны. She bought a knock-off of a designer's suit. Она купила подделку дизайнерского костюма. Следующее выражение. What's all the racket? Что за шум? Racket – это неформальный способ сказать слово noise. Racket – это такой бесящий вас неприятный продолжительный noise. Продолжительный шум. Stop making such a racket. Хватит так шуметь. Следующее классное слово – это bummer. Bummer – это по-нашему по-русински означает облом. I've left my wallet at home. Oh, what a bummer. Я забыл, я оставил свой кошелек дома. Вот облом. I've locked my keys in the car. Oh, bummer. Я запер машину и оставил ключи, в смысле, внутри. Вот облом. И следующее выражение очень интересное. Put the cookie down. Cookies are for closers. Put that cookie down. Cookies are for closers. Положи печеньку обратно. Put it down. Положи. Cookies are for closers. Это выражение происходит от другого выражения. Coffee is for closers only. И эта легендарная фраза появляется в старом фильме с Аликом Болдуином, где там человек наливает кофе себе, и Алик Болдуин говорит ему Coffee is for closers only. Put that coffee down. Coffee is for closers only. Это выражение означает, что если ты не доделал свою работу, не закрыл какую-то сделку, не завершил ее, то не надо тебе пить кофе. Рановато тебе еще пока пить кофе, ты не заслужил. В этом мультике переначали эту фразу и сказали, что никаких тебе cookies, если не доделал свою работу. Hey, where are you going? Coffee is for closers only. You should finish your shift. Слово shift означает смена, кстати. Очень классное слово. Рабочая смена. И это предложение вместе означает, Эй, ты куда собрался? Сначала закончи смену, а потом пей кофе. Как бы не сделал работу, не заслужил. Дорогие друзья, мы хотим, чтобы вы чувствовали себя боссами в английском языке. Занимайтесь с нашими преподавателями в English Show School. Это сделать очень просто. Если вы пройдете по ссылке в описании под этим видео, то сможете побыть на первом бесплатном занятии. Как это побыть? Вы сможете пройти первое бесплатное занятие. Посмотрите на нашего смертельного врага, щедочков. Это так удивительно. Смотри, дети, в конце концов, ладят. Окей, я помогу тебе. Только для того, чтобы от тебя избавиться. Идет? Я не ношу подделки. Что это такое за шум? Облом. Уложи печеньку на место. Не закончил работу никаких тебе печенек. Это были English Show. Увидимся с вами в следующую среду. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok